То есть я, как Ванька-встанька, вот падала, вставала, падала, вставала перед тем, как попасть уже действительно в тот самый, что ни на есть шоу-бизнес, о котором мы сейчас говорим. Есть люди, у которых там жизненный путь, мне кажется, он всем предначертан, но есть вот такие везунчики, которым там счастливчики, которых все так очень просто, легко в жизни дается. Как говорят, обломилась сверху счастье. Не так все было просто, и у меня было очень много проектов, о которых никто не знает, и там какие-то вещи, куда я приходила, и двери мне не открывались сразу. Потом они открывались, и потом опять закрывались. Например, «Американский шанс», в котором я участвовала и попала в пятерку, победители создали бэнд, были в Штатах, в Голливуде, и все такое. Потом проект оборвался, и я вернулась в родной город ни с чем. До этого была попытка прийти на фабрику к Юрию Никитину, и мне отказали. То есть потом была попытка создать собственную вокальную студию. После этого я уже постучалась в дверь, в третью фабрику «Звезд». И на меня просто все ставили ставки, и я понимала, что это ответственность за все поколение. У меня очень красиво поет мама, сопрано колоратурная. У меня пела бабушка, которой я, к сожалению, так и не смогла с ней познакомиться лично. Она умерла до моего рождения. То есть все пели по маминой линии. И вот я единственная, кому пришлось все-таки серьезно взяться за этот вопрос. Скажи, Луна, для чего тебе он? Для чего тебе я нужна? Прошу, Луна, дай мне пару минут. Просто все описи. Но если ты не будешь работать, то этот шанс сразу забирают и дают тому, кто будет работать. Например, такому, как я. Человеку, который стучит, 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 занудит, нудит, ходит, достает, и ему в результате дают. И вот когда дают, ты должен понимать, что вот именно здесь начинается сам смак. Потому что расслабляться нельзя, надо работать в миллион раз сильнее. Это пахота. Это на самом деле адский труд, который не все могут оценить по достоинству. И со стороны кажется, что прыгать по сцене, петь, это же танцы и пляски, это так просто. И на самом деле, да вот любой сможет. Я бы сделала такое реальти-шоу, взяла любого человека, который так говорит, и поставила в свой график ежедневный. И очень хотела бы посмотреть, как без сна, без еды, на нервах, все на голове. Ты, помимо этого, болеешь в свои проблемы, и ты не вправе сделать вид, что у тебя что-то не так. Ты должен всегда, наоборот, делать вид, что у тебя все прекрасно, потому что никого это не интересует. И зритель хочет видеть счастливого артиста. Ну, честно говоря, если ты кайфуш от этого, в моем случае, то я закрываю на это глаза, и ты уставший, никакой. И ты все равно идешь и улыбаешься, и радуешься, потому что это любимая работа. Мне повезло, у меня хобби — это и есть работа. Работа — это хобби, это невозможно круто, потому что я иногда, знаете, бывает, сяду и думаю, боже, за тысячу деньги платят, ничего себе. То есть, ого, ты получаешь от этого удовольствия, а оно еще, оказывается, и приносит какой-то прибыль, и ты можешь за эти же деньги опять делать новую музыку и опять радовать тех же людей. Это беспрерывный процесс, который приносит радость не только тебе. Перед цифрами любовь не пишет шифрами, но любовь подскажет нужные слова. Любовь не знает правил, любовь играет с нами, но любовь приходит только верь в нее. Мой опыт был разный. На американском шансе, в проекте «Американский шанс» мне предлагали остаться, потому что я, по их мнению, была очень перспективной, я выросла на афроамериканской музыке. У меня в доме звучала только американская музыка. Западные исполнители, мы никогда не слушали наших исполнителей, и это в моей крови. Я обожаю black music. Это для меня больше, чем просто, ну, это моя жизнь, да. И, в принципе, предлагали остаться, но я очень честная, правильная девочка. Мы вернулись с командой назад в Украину в надежде, что проект продолжит жизнь свою здесь. Но этого не произошло. Если бы я знала тогда, я бы осталась там. Но, к сожалению, мне же даже Брайан Макнайт, «Сол король Америки», мне Стиви Вандер говорили, что «Чвиха, тебе надо петь, ты черная, ты наша». И я понимала, что на то время надо было так. Наверное, надо было так сделать свои ошибки, получить этот опыт. Но на самом деле мы это еще делали здесь, во время моего сотрудничества с моим продюсером, да, с Сергеем Кузиным. Когда мы работали, мы работали с американскими продюсерами. Песня «Любовь не верит цифрам» моих несколько авторских композиций мы делали в Америке последние полтора года. Поэтому это все реально. Но есть такой нюанс, что я обнаружила тот факт, что наши саунд-продюсеры и украинские звукорежиссеры работают не хуже западных. Но, учитывая мою страсть все-таки к афроамериканской музыке, я надеюсь, что когда-нибудь все-таки я там себя еще попробую, встряхну стариной. И, может быть, даже там оценят мою музыку. Я надеюсь. Все тебе не то, все тебе не так, факт. Я же вижу это в твоих глазах. Все тебе не то, все не так. Это факт. Я же вижу это в твоих глазах. Я понимаю, что все равно будет так, как угодно ребятам наверху. Они сами решают. God laughs on my plans. Это правда. Мы делаем что-то одно, он потом корректирует. Но все равно надо заказывать меню вселенной. Надо все равно говорить, я очень хочу, я так хочу, чтобы моя музыка была услышана. Я так хочу, чтобы мой слушатель, он меня понял и полюбил то, что я хочу сейчас делать и донести. Вот я постоянно это повторяю. И получается приблизительно так, только даже лучше для меня. Потому что так, как мы планируем, он спланирует намного идеальнее, поверьте мне. И если что-то где-то кажется, что ломается и не получается, поверьте, потом в результате выйдет лучше, чем ты даже себе мог представить, чем ты себе планировал. Поэтому планы, да, пишу стратегические, глобальные какие-то вещи. Хочу достичь определенного уровня в музыке. Хочу стать примером симбиоза украинской и западной музыки. Вот эту славянскую нотку сохранить, но сделать это стильно, по-западному. Вот то, что я говорю в black-музыке. Вот это моя цель, я ищу это звучание, да, вот это то, что я хочу. Я тебе шепчу, что так тебя хочу. Я губ твоих косарь с пончиками патят. Я тебе скажу, ты просто подыграй, расслабься. Хочу иметь семью свою, которую я уже начала формировать, у меня есть любимый человек. Хочу иметь детей, как минимум двое. Хочу, чтобы у нас был большой дом, и мы жили, и были счастливы. Я хочу быть одним из тех, кто изменит будущее украинской музыки. Вот это вот два главных аспекта — семья и творчество. И чтобы они красиво переплетались и помогали друг другу, так, как оно и сейчас происходит. Я с огромным рвением лечу домой, чтобы исключить любимому то, чем я занималась сегодня, и что я творила на студии. И когда он это слушает, я понимаю, что он мне даёт сил ещё делать всё лучше. Вот это круто, когда оно всё не мешает, а наоборот помогает друг другу. Вот это моя цель на ближайшие лет 70. И я надеюсь, что старость я встречу с старенькой, со своим дедушкой рядом тоже, уже полурассыпающимся. Мы вдвоём будем ездить по Европе, а выходные по нас будут ползать наши внуки и правнуки. И мы будем слушать наши альбомы, которые станут, мои альбомы, которые станут классикой европейской музыки. Вот очень скромные такие планы у меня.